и теперь давайте вот больше теперь поговорим о практике то есть это все было практично а вот теперь помните что мы все время обещали что мы будем говорить о том как же вот поймать момент срыва как определить вообще где в данном случае находится человек итак начнем со шкалы срыва верно чем понятие воздоровления то есть воздравление как мы с вами говорили выздоравливающие чему мы стремимся чему мы стремимся это какие люди выздоравливающие ну исходя из предыдущего вот нашего слайда из предыдущий тема да человек должен быть каким выздоравливающем во первых открытым Открытым. Это обязательно. То есть, как только у человека появляются секреты, о которых он не может рассказать хотя бы одному даже человеку, считайте все, он уже встал на... Вот для меня это было таким большим открытием. Оказывается, любая тайна, любой секрет, который ты не можешь рассказать своему близкому человеку, это твой первый шаг к употреблению, к срыву. Представляете? То есть, выздоравливающий человек... Любая тайна ведет тебя к срыву. Итак, выздоравливающий человек, возвращаясь к первому слайду, значит, должен быть открытым. Во-вторых, должен быть каким? Коммуникабельным. Что мы там еще с вами писали? В-третьих, должен быть каким? Подотчетным. Обязательно должен быть тот, кому действительно он подотчетен, а кто может ему править мозги. И он может быть готов. Выполняет свои обязательства в обществе, в группе. Верные людям. И верные людям. И растет в своих отношениях с самим собой, с окружающими людьми и с Господом. Вот, мы никогда с вами не достигнем идеала, мы же с вами говорили. Но на пути выздоровления мы можем встать. Можем идти по этому пути. И вот давайте теперь посмотрим, с чего начинается срыв. Вот, первый шаг. И сейчас нам бы хотелось, знаете, чтобы мы с вами вот что сделали. Так, поделите свой листочек на три части. На две. На две? Да, пускай будет две. Так проще. Давай, упрости. Значит, здесь мы с вами будем записывать физиологические аспекты зависимости. По каждому шагу. Ну, что такое физиологические аспекты зависимости? Это когда меняется что-то в нашей физиологии. В нашем теле. В нашем теле. А здесь у нас, давайте с вами будут социальные и психологические. Ну, кстати, психологически они включают в себя социальные аспекты. Ну, то есть, что меняется в отношениях с окружающими и в себе. Ну, еще даже включим и духовные. То есть, тут у нас отношения, а тут у нас чистая физиология. Хорошо? Может, так и не писать отношения? Давай. Так, давайте пишем. Отношения. Ну, что написали? Значит, отношения. Отношения, а здесь у нас с вами физические аспекты. Так, вот такая будет таблица. И, значит, здесь у нас с вами начинается первый шаг. И сейчас мы каждый шаг, который мы предпринимаем к тому, чтобы сорваться, уже конкретно рассмотрим, вот разбирая их по физиологическим данным или по нашим взаимоотношениям с самим собой, с окружающими людьми и с Богом. Итак, значит, первый шаг или первая стадия мы с вами как назвали? Смещение приоритетов. Секреты. И сейчас мы будем зачитывать медленно все симптомы этой стадии. Ваша задача – слушать. Постараемся медленно, да, читать? Да. Это наша беда, что мы быстро говорим. Вот. И вы просто распределяете то, что мы вам говорим. Или сюда, или сюда. Куда это относится? Ну, что такое смещение приоритетов? Это изменение, резкое изменение планов, например. Итак, резкое изменение планов. Следующий симптом. Секреты. Скука. При трудностях попытка уклониться от них. То есть, попытка уклониться от трудностей. Да, попытка уклониться от трудностей. В результате этого лимбическая система вырабатывает новые химические вещества. То есть, выработка новых химических веществ в лимбической системе. Эти вещества ускоряют работу организма. Всех его органов, ну и вообще всего тела в целом. То есть, работа организма ускоряется. То есть, ускоряется реакция, эмоции. Уменьшаются эмоции. Уменьшается страх. Уменьшается страх. То есть, мы вам говорим, а вы записываете или в эту колонку, или в другую. Меньше времени для Бога. Для близких людей. Для группы. Уделяется меньше времени для Бога, для людей, для встречи групп. Или группы. Флирт. Сарказм. Не держит обещаний. Человек поглощен другими делами. Телевидением, развлечениями. То есть, поглощен телевидением, развлечениями. Откладывает важные дела на потом. Это все первый шаг. Это все его симптомы. Перераспределяет свое время. То есть, начинает время посвящать чему-то другому. Не то, что планировал. Обманывает. Начинает прятать деньги. Появляются заначки. Прячет деньги. То есть, прячет деньги, появляются заначки. Ну, так называемые. Все. Это симптомы были первого шага. Теперь посмотрите на эти симптомы. И представьте себя. У вас есть симптомы первого шага? Или нет? Ну, слов говорить не надо, но так вот про себя подумайте. Настолько в вашей группе. Вот был вроде человек, все хорошо, все хорошо. И вдруг вы увидели, что где-то какие-то симптомы появились. Первый шаг. Почему не пришел в прошлый раз на группу? Да, столько работы было. Ты знаешь, пришлось задержаться. Поэтому говорим замечательно. Вот тебя же на улице видели. Ты гулял с девушкой. Ну. Да нет. Это потом меня, позже видели. Это просто моя сотрудничка. Да. Мы сотрудничаем домошли. Ну, то есть, знаете, все, что угодно может быть. Знаете, это первый шаг. И почему говорим замечательно, если это уже люди заранее знают. Потому что если он заранее знает, то вы скажете, первый шаг. Он же поймет, что вы имеете в виду. То есть, вам не надо будет всю лекцию рассказывать, что тебя ждет. Он сам знает. Что такое лимбическая система. И так далее. Итак, первый шаг. Второй шаг. Вторая стадия. Называется так. Разрушение отношений, обиды. То есть, вот если в нашей таблице, это будет вот так. Значит, вот здесь будет вторая стадия. Разрушение отношений, обиды. Ну, а теперь я опять расшифрую эту стадию. Очень сильные эмоции. Накал. Да, такой накал страстей. Из-за того, что очень сильные эмоции, они высвобождают очень много нейрохимических веществ. То есть, высвобождение большого количества нейрохимических веществ. Вот в результате действия этих эмоций. Высвобождение нейрохимических веществ. Энергию тела теперь получает не от калорий, которые он кушает, а вот от этих вот эмоций человек. То есть, энергию и удовольствие получает уже не от калорий, а от избытка эмоций. Появляется сквернословие. Проигрываются в мыслях старые пластинки. Расшифровывать не надо, да, это понятно? У каждого свои пластинки. Обвиняет всех и вся вокруг себя. Потому что это отвлекает от своих проблем. То есть, обвинение и критика всех остальных. Как отвлечение от проблем. Человек уходит в иллюзии. Мысли о будущем. Что было бы, если бы. Вот тут вот, что было бы, если бы, это второй шаг. Вот если бы я тогда, то тогда бы у меня вот через год... Проявляется перфекционизм. Знаешь, что такое перфекционизм? Это стремление к совершенствованию. Либо все на пять, либо тогда вообще ничего не делать. То есть, я этого требую от себя и от других. Это называется перфекционизм. Все на пять с плюсом. И других этого требует. Все на пять с плюсом. Попробуй в чем-то ошибиться. Не имеешь права. Беспокойство, обиды. Непрощение. Человек начинает судить других. Читать чужие мысли. Ну, сначала да. Сначала читает, потом судит. То есть, как будто он знает... Скажите, кто из нас может прочитать мысли чужие? Вряд ли кто. Но этот человек полностью уверен. Я знаю, о чем ты думаешь. Откуда ты можешь? Он знает. Я вижу тебя насквозь. Да. Вот это все. Читает чужие мысли. Да. Понятно, что не обязательно все симптомы видны. Но если какие-то есть, вы видите их конкретное проявление. Это по всей... Проявляются проблемы со сном у человека. Проблемы со сном. Смотрите, куда вы это пишете. Проблемы со сном. Порнография. Такие... Легкая эротика называется. Мастурбация. Сплетни говорили? Сплетни появляются. Человек начинает употреблять таблетки. От головной боли. Снотворная. Контроль над весом. Слабая концентрация внимания. Второй шаг. Вот это вторая стадия. Обратите внимание. Помните, мы с вами сказали, что не каждый алкоголик пьет, и не каждый пьющий алкоголик. То есть, на этой стадии человек вполне возможно и не пьет. Здесь он трезвый пьяница. Есть такое понятие, трезвый пьяница. Вот это вот шаги. Трезвый пьяница. Так называем вас сухой срыв. Вот сухой, мокрый срыв, когда человек уже все, напился, употребил, укололся, залез в интернет, все. Это мокрый срыв называется. Вот выздоровление, это когда человек идет, вот то, что мы с вами сказали, открыт, подотчетен, коммуникабелен, обязателен и так далее. Стоит человеку сделать шаг в эти стадии, все, пошел сухой срыв. То есть, сначала идет сухой срыв, который заканчивается мокрым. Может и не закончить. Человек может всю жизнь проболтаться, скажем, на пятой стадии. Может такое быть. Или на третьей. Или на третьей, или на первой. Но он в любом случае не на выздоровлении. Понимаете такая вещь? Следующая. Третья стадия. Которая называется чрезмерная активность. Негатив. Здесь начинается чрезмерная активность. Негатив. Да, давайте запишем. Здесь у человека начинается ускоряться ритм жизни. Ускорение ритма жизни. Он, ему не хватает 24 часов. Ему надо, чтобы было сначала 36, потом 48, потом 52. У него слишком много работы появляется. Некогда даже перерыв сделать. Работоголик. Трудоголик. Это состояние третьей стадии. Такой человек работает без обедов. Но наедается очень хорошо вечером. Сильно так. За весь день. Ведь давайте подумаем. Для того, чтобы пообедать, нужно остановиться и что-то приготовить себе. Правда? А остановиться, это значит задуматься о том, что происходит с тобой. А тут некогда. Все. Ты так ускоряешься, что эти проблемы в сторону. Быстрее. Поэтому пишем. Не может расслабиться. Он не может расслабиться даже для того, чтобы вот, понимаете, просто сесть и спокойно покушать. Все на еду. Бутерброды, чай. Быстренько что-то хватану. Побежал. Некогда, некогда. Дела, дела. Не может расслабиться. Работает без обедов и чрезмерная еда на ночь. Значит, высокое употребление сахара, кофеина. Сахара и кофеина. Или кофеина. Да. Или и-и. Так и так может быть. У такого человека недосыпание или пересыпание, да? То есть, слишком много спит или наоборот? Не может много спать. Ну, то есть, нарушение сна. То есть, нарушение сна более усугубляется. Возрастают траты на покупки. Начинает много тратить деньги. Причем он скажет, что это все мне надо. Но удивительно, что, скажем, полгода назад он жил на две тысячи. А сейчас вдруг ему 20 и не хватает. А покупает вроде бы то же самое. Он понять не может, как это происходит. Но деньги растут. Причем неумолимо растут. Сверхинфляции даже. Постоянная спешка. Такой человек начинает очень быстро ездить. На мошене, в смысле, да? Быстрая езда. Не может определить свои потребности. Вот скажешь, что тебе надо? Я не знаю, что мне надо. Не может определить потребности. Вот что тебе самое главное сейчас надо? Он либо вам много чего назовет, либо вообще ничего не назовет. Приоритет не выстраивает. Вообще в потребностях своих. Такого человека повторяющиеся негативные мысли. Все не то делают, как-то не так делают. Раздражительность. Если вы начнете с ним говорить о его проблеме, что у тебя слишком высокий ритм жизни, остановись, подумай. Он скажет, я должен это сделать. Вот это вот оправдание. Я должен. Этот человек вдруг считает, что он всем все должен. Без него все рассыпется. Мир рухнет вообще. У такого человека резкие перепады настроения. Резкие перепады настроения. Нервозность. Постоянная усталость. Истощение. Еще раз. Мир рухлозность. Постоянная усталость. Истощение. Резко человек может начать заниматься физическими упражнениями. И до чрезмерности доходит. Спорт это хорошо. Но такой человек, вот на третьей стадии, до чрезмерности. Каждый день, до полтора часа. До изнеможения. Таким образом он снимает стресс. Понимаете, таким образом нейрохимические реакции у него в голове каким-то образом выстраивает, чтобы справиться. Вот эта вот чрезмерная физическая нагрузка. Ему трудно оставаться одному. Но в то же самое время он не может себя найти, о чем говорить с людьми. То есть трудно быть и самим, и с людьми. Самим собой и с людьми. Ну и последний, наверное, симптом. Да, их много, конечно. Мы такие самые только высветили. Не принимает поддержку. Помощь. Помощь. Не принимает помощь. То есть не забывайте их вот как бы по двум таблицам. Потому что потом вы сами увидите воочию, что происходит с человеком. Даже вот по своим записям. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте 3wtvseminary.com Стадия 3-я, понятно, или пока вопрос? Вопросы. Нет, есть вопросы относительно того, что чрезмерная активность, вот работа, да. Допустим, я полтора года пролежал на диване, так скажем, вообще ничего не делал. Я сейчас рад любой работе. Я готов ночами сидеть. Я счастлив просто, когда я занимаюсь чем-то полезным и произвожу какой-то продукт. Это уже к шкале своего относится или как? А это вы уже сами смотрите. То есть, если вы не можете остановиться и вот работаете до изнеможения. Мне не нравится работать, мне именно нравится. А таким людям нравится очень работать. Это действительно так? Вы смотрите, вы находитесь по-прежнему в зоне эмоциональной стабильности или вы уже вышли в кайф? Да нет, пожалуй, в зоне стабильности. Если зоне стабильности, понимаете, то это та ситуация, которую, конечно же, определяете вы и тот человек, которому вы подотчетны. Но легко можете остановиться, чтобы пообедать, например. Подошло время. Потому что такому человеку на третьей стадии ему некогда пообедать. Ему надо быстрее это все сделать. Сроки поджимают, другая работа ждет. Он ложится спать, он видит во сне свою работу. Гонка получает. Гонка. Это тот же самый гон, как и любой другой зависть. Гон. Гон пошел. Ты гонишь. Да. Идем на четвертую стадию. Она называется так. Чрезмерные реакции. Изоляция. То есть мы как бы берем здесь из отношений и из внутреннего восприятия. Значит, чрезмерные реакции. Изоляция. Гнев увеличивает содержание адреналина в крови. Гнев увеличивает адреналин. Возрастает... Тише, тише, тише. Торопимся. Тут уже ускорение происходит, да? Возрастает уровень эндорфина. Норепинефрина. Я всегда прав. Раз эндорфин, норепинефирн, возраст. Я всегда прав. Чувствовать себя всегда правым. Сильным. Уверен. Я сейчас брошусь и любого смогу убедить в своей правоте. Убедительный такой. Человек не ощущает боли. Когда у человека очень высокий уровень адреналина и эндоморфина в крови, он может кулаком стукнуть в стену и даже боль не почувствовать. Руку сломает. И он боли чувствовать не будет. Какое-то время. Какое-то время, конечно. Пока этот уровень не снизится. Потому что это прекраснейший анальгетик. Знаете ли вы, что вспышка гнева в 20 раз сильнее дозы героина? То есть нейрохимических вот этих веществ выбрасывается в кровь. В 20 раз больше. Мозг вырабатывается в 20 раз больше, чем просто одна доза героина. Вспышка гнева. Когда были вот эти кулачные бои на Руси. Вы знаете, особенно показали это в северском тирюльнике. Когда, понимаете, сотни мужчин стояли друг напротив друга. И прежде чем начать драться, что они делали? Подогревали. Они подогревали себя. Они подогревали вот этот уровень гнева, уровень злости друг на друга. И там в гневе уже все, что угодно можно было. Крушить челюсти, тебе крушать. Я все не думаю, но ведь это определенный вид спорта какой-то, что ли, был на Руси. Это же больно. Но нет, когда человек в гневе, он этого не чувствует. Там это восторг, это адреналин. Это чувствуешь себя сильным. Это, понимаете, это сраблазная наркотизация. Это наркотизация гневом. И вот здесь, на четвертом шаге, все, вот он с вами пошел. Человек не употребляет наркотики, не употребляет алкоголь, никаких психоактивных веществ. А у него там те же самые реакции идут в мозгу. Здесь гнев заглушает не только эмоциональную, но и физическую боль. Гнев заглушает и эмоциональную, и физическую боль. Углубляется сарказм. У такого человека черно-белое мышление. Хорошо? Плохо? Никакой середины. Либо так, либо здесь. Все. Никаких оттенков, ничего не может быть. Либо достойный человек, либо недостойный. Никаких оттенков. Такой человек отталкивает от себя других. Мне никто не нужен. Изолирует себя. И в то же время переживает чувство одиночества. Обиды. Чрезмерные обиды. Жалость к себе. Нерационально спорит. Нелогично мыслит. Не выносит никакой критики. У такого человека проблемы с пищеварением возникают уже. Либо запоры, либо... Наоборот. Наоборот. Диарея. Сильнейшие головные боли возникают. Возникают навязчивые мысли, от которых он не может избавиться. Вплоть до мании. Мании величия. Мании преследования. Фобии. Вот здесь они максимально проявляются. Именно здесь, на этой стадии. Такой человек агрессивен. Он обороняется. Попробуйте ему что-то сказать. Оборона. Человек в обороне. Ну, можно много говорить. Это, в общем-то, как бы основные симптомы. В общем, примерно нарисовалась картинка. Такого человека. Идём на следующую стадию. На пятую. Называется подавленность депрессии. Это не хронологическое? Да. Да-да-да. То есть мы идём, да. Мы идём по мере того, как человек приближается к мокрому срыву. К мокрому срыву. Но он уже в срыве, понимаете, он уже стал. Это уже срыв. Вот уже срыв. Просто он пока сухой. Ещё не употребил. Ну, вообще, что мы говорим, вот таких называют трезвый пьяница. Трезвый игроман, трезвый сексоголик. Пока вроде бы ещё не изменилось. Потому что не бывает так, что утром проснулся, всё замечательно, всё хорошо, и пошёл на улицу, выпил. А сколько их стадий всего? Вот пятый. Следующий будет уже срыв. Вот это последнее перед срывом. Но срывы тоже ведь стадия. Ну да. Итак, пятая стадия. Подавленность, депрессия. Вот тут нейрохимические вещества иссякли. Бензин кончился. То есть мы имеем в виду иссякли, мозг уже не вырабатывается в нужном количестве. Сколько надо. Человек всё, выдохся. Мозг выдохся у него. Уже и гнев не помогает. Уже и вспышки вот эти все не помогают. Таблетки уже не помогают. Человек просто в панике, не знает, что делать. Попытки избежать вообще любых ситуаций. Не только таких вот рискованных или каких-то неопределённостей, а вообще любых ситуаций, которые заставляют напрягаться, думать. То есть попытки избегать напряжения, любых ситуаций напряжения. Пессимизм. Депрессия. Беспомощность. Может плакать без причины. Плачь без причины, может быть. Почему плачешь? Не знаю, мне плохо, он вам скажет. Вот это то состояние беспомощности, понимаете? Опять, это не значит, что любой человек плачущий, и всё, инфицируем. Нет, конечно, конечно нет. Но такой человек не знает, почему он плохо. В данном случае, это вот именно от беспомощности, от бессилия, от того, что всё уже, физиология вся уже, всё на пределе. Часть мозга, которая отвечает за выживание, включает тягу к зависимости. Всё. Потому что нужно выжить в этой ситуации. То есть включается тяга. Вот здесь подключается конкретная тяга. Слишком мало или слишком много спит? Опять, нарушение сна. Желание бежать. Поиск старых друзей. Тех, которые были с тобой в употреблении, например. То есть поиск друзей по употреблению. Которые помогали решать проблемы легко. То есть зависимых. Да, да, да. Это именно старых знакомых, не просто любых зависимых. Мысли о самоубийстве могут возникать здесь. Человек не отвечает на телефонные звонки. Пропускает работу. Мы же не говорим о том, что он на группу не приходит. Вы ему звоните, он просто не берёт трубку. Такой человек просто лежит и тупо смотрит телевизор. По большому счёту, вы знаете, все эти пять стадий характеризуют одна единственная черта. Прямо можете, знаете, вот прям через всю эту черту прям написать. Промедление. То есть я считаю, что это всё временно. Ему никто не нужен. Он сам справится. Он сам справится. Пройдёт время и всё изменится. Всё само. Вот вспомните, как эта девочка. Оно само всё изменится. Я верю. В какой-то момент раз, и всё сразу изменится. Мы попадём в эту сторону. Не изменится в страну, не попадёшь. Вот так вот. Нужна помощь людей, нужна подотчётность, открытость, коммуникация, обязательства в выполнении своих обязательств. Без этого бесполезно что-то вообще сделать. Да, Александр. Скажите, пожалуйста, а вот временной отрезок, с какой вот, от стадии 1 до стадии 5? Мы говорили о том, что минимальный срок, который проходит, это 10 дней. 10 дней минимум. Максимум, ну в среднем, максимум, значит трудно считывать. Вообще говорят, в среднем 6 недель. Это вот шкала срыва, именно 10, минимум 10 дней. Минимум 10 дней. То есть не бывает так, что, говорю, 5 минут между хорошим состоянием и отвратительным. Ну, 10 дней. Итак, мы с вами разобрали первые 5 шагов, которые называются сухим срывом. То есть, когда человек идёт, приближается к употреблению. И шестой шаг, шестая стадия, это уже сам непосредственно срыв употребления. Либо дозы, либо рюмки, либо деструктивного поведения. Что здесь, так сказать, характеристики срыва? Какие они? Опять давайте мы с вами их распределяем между физиологическими аспектами и социально-психологическими и духовными. То есть, отношениями. Человек потерял контроль. Над всем. Сдаётся. Он сдаётся. Он ничего уже сделать не может. Возвращается туда, куда клялся больше никогда не ходить. Лимбическая система блокирует лобные доли мозга. Сознание. То есть, сознание блокировано. Лимбическая система блокирует сознание. Человек поглощён своей зависимостью. Вот этими всеми веществами, которые можно употребить, поведением, которое приносит облегчение, хоть и временное. Ощущение, что без употребления он в жизни уже не справится сам. Без употребления я ничто. Начинает манипулировать, лгать. Стыд, вина. Одень. То есть, изоляция. Такой мозг говорит, всё, не справляюсь с ситуацией. Отключается. И вот те, кто употреблял, вспомните, вот вроде обещаете, обещаете держаться, держитесь, держитесь. И в том, в какой-то момент, что происходит. Вот это всё нарастает, ты поднимаешь руку и говоришь, а горе оно всё. Чем? В синем пламя. В синем пламя. А где у нас синее пламя всегда горит? В аду. В аду. Человек-то там и оказывается. Почему говорят, горе они всё синим, потому что человек попадает в ад. Потому что зависимость, это действительно вот тот самый отголосок, страшных ощущений. Понимаете, то есть настолько уже всё заблокировано, что человеку всё равно. Где он? В аду или где-то ещё? Пусть хоть там, лишь бы вот сбежать от проблемы. Знаете, нам очень понравилось, как вот преподаватель, который рассказывал нам про эти шаги, он сказал, знаете, меня больше всего вот очень волнуют христиане, которые говорят. Вот я, как только пришёл к Богу, никогда больше не срываюсь. Вот никогда не срываюсь. И когда я слышу, когда так говорят, я всё время говорю правильно, потому что ты ещё и не выздоравливал. Ты до сих пор на третьем или четвёртом шаге срыва. Потому что, понимаете, человек... Осуждение. Это какой шаг? Какой шаг? Посмотрите, осуждение. Критика, критиканство. Третий. Третий? Всё, вот он, третий шаг. Ты просто сухой пьяница. Ты ещё даже на путь выздоровления не встал. То есть, как бы вот эти вещи нужно постоянно говорить. Когда человек так говорит, он практически говорит о том, что я святой. Но нет безгрешных, нет правильного, ни одного. Нам нужно постоянно вставать на путь выздоровления, ежедневно, помогая в этом друг другу, выстраивая отношения с самим собой, с окружающими людьми и с Богом. Тем более люди, которые были в зависимости. Они тем более нуждаются в постоянном вот таком вот подотчётности, открытости. Чтобы рядом были люди, которые помогали выстраивать отношения. Понимаете, это так. То есть, вот эти вещи нужно чётко для себя понимать. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»